Сегодняшняя тема семинара сознания Старая тема, которую я просто хотел бы напомнить Чтобы обозреть результаты, которые были получены на других семинарах И может быть потом в будущем попытаться как-то продвинуться дальше То есть что мы понимаем под сознанием? В сознании мы понимаем некую соотнесенность Некое поле или пространство, в котором он разворачивается взаимодействие субъекта и объекта Раньше я говорил о том, что сознание понимается в двух смыслах То есть его понимание двоится С одной стороны сознание является, сознанием мы называем некий субъект Имеет некие способности В частности, имеет способность сознавать Имеет способность мыслить, чувствовать Но эти способности могут реализоваться только потому, что они находятся в некотором поле В поле возможного опыта Вот это поле возможного опыта Вот это пространство, в котором совершаются Пространство, в котором субъект взаимодействует с объектом В познавательном смысле Мы и называем сознанием Что интересно Как можно подойти к вопросу осознания с позиции феноменалом Что мы имеем? Что как бы прежде всего нам бросается в глаза? Прежде всего это некий акт Вот есть акты сознания Мы не знаем Эти акты представляют собой некие направленные движения на Эти акты представляют собой, как я и раньше говорил Полюса, некие полюса или вектора направленности Очевидно, что при анализе сознания Эти вектора направленности Или мы можем сказать по-другому Термины феноменологии, интенции Это то, что феноменологически перевязан Говорит о том, что эти интенции связаны с неким субъектом Или говорит о том, что эти интенции связаны с некоторым объектом Это уже некое дополнение, некоторое вторичное Торичный разговор о сознании. То есть у нас есть сознание, то есть некое пространство или поле. Есть вектора, некие акты сознания, некая активность, которая в этом пространстве осуществляется. Есть еще характеристика этой активности, что эта активность, она имеет определенную направленность. А именно, это не некие симметричные движения, не некие хаотические движения, а некие определенные направленные движения. У нас есть полис, откуда направлено движение, и полис, куда направлено движение. Естественно, говорить о том, что полис то, откуда направлено движение, естественно, такой полис обозначен субъектом. Мы назовем его для начала, чтобы потом отличать от другого, видение субъекта другим способом. Назовем этот субъект субъектом актов. Ну и куда направляет свои акты субъект? Субъект направляет акты на некие предметы ему интереса. Эти предметы ему интереса могут быть объекты внешнего мира, могут быть объекты внутреннего содержания, может быть, этим объектом может стать, допустим, само я, или там еще что-то. Могут стать переживания, мышления, все что угодно, может стать этими объектами. Мы берем эти объекты в самом общем смысле. Получается, что в пространстве, которое мы называли сознанием, существует некий акт, который мы называем интенсиями. Эти интенсии стоят в том, что субъект порождает интенсии по отношению к предметам или объектам, которые его интересуют. Возникает вопрос, который, собственно, имеет философский интерес. Каким образом субъект может знать о себе? Поскольку нам и интересно, собственно, и философский интерес представляет собой, каким образом возможны рефлексии. Что такое рефлексия? Понятие рефлексия состоит в том, что вот эти интенсии, они направляются не на какие-то любые объекты, а они направляются на сами акты. Мы могли бы рассуждать о том, что интенсии можно было бы направить на субъект. Но мы, если мы вдумаемся, что значит рефлексия, и вдумаемся, что значит, что интенсии должны быть направлены на субъект, то возникнет некоторая проблема. Дело в том, что для того, чтобы интенция могла быть направлена на субъект, мы должны заранее знать, куда направить интенсию. Когда интенция направляется на некие объекты, эти объекты всегда уже заранее даны. Они даны в том смысле, что они первичные самих актов. Акты их не порождают, эти объекты. Поэтому если существует субъект, который порождает эти интенции, а он существует, поскольку акты существуют, то должен существовать способ доступа к нему. Но этот способ не явлен никак, потому что субъект, который мы хотим получить, должен быть субъектом актов. Это главное условие этого субъекта. Рефлексия могла бы осуществиться, если бы мы заранее знали субъекта. Вот этого субъекта. Но мы его заранее не знаем, поэтому получается, что вроде как рефлексия не может осуществиться. Но, с другой стороны, мы до всякого философского опыта, из общего соображения, мы знаем, что мы как-то себя схватываем. Как-то нам удается знать себя. Мы себя знаем, мы это знаем. Этот опыт, на самом деле, для нас очевиден. То, что рефлексия в своем понятии не может достигнуть, результат на этот опыт никак не влияет. Поэтому надо разобраться с тем, как быть с рефлексией. Что схватывает рефлексия? То есть, что схватывает интенсия, направленное на само себя. Поэтому надо попробовать рассмотреть этот вопрос с другой стороны. С другой стороны, вот мы себя знаем. Пытаться без относительно каких-либо рефлексий понять, что это такое. Если вдуматься, что значит, что мы себя знаем, то это есть некое внутреннее схватывание, которое осуществляется до всяких рефлексий. То есть, оно не рефлексивно. Именно на том основании, что если бы оно осуществлялось через рефлексию, оно не могло бы состояться. То есть, оно просто некое непосредственное самосхватывание. То есть, мы знаем себя как-то непосредственно. До всякой рефлексии мы уже себя знаем, мы уже обладаем самим собой. Если вдуматься, что это такое может быть, и проделать некий внутренний опыт, то получается, что то, как мы себя знаем, это есть некое проживание себя, некое проживание или, можно сказать, переживание себя. Мы как-то себя внутри проживаем. Этот опыт аналогичен тому, как мы проживаем пустоту времени. Просто не говоря ничего, не думая ни о чем, мы просто сидим погруженные в себя и чувствуем, что что-то происходит. Ничего не происходит, но что-то меняется. Что-то меняется, то, каким образом нам это что-то меняющееся, это и есть способ, каким мы для себя существуем. Если бы этого проживания не существовало, то мы бы затерялись в движении средств, движения различного рода содержания. Но мы не теряемся, мы остаемся равными себе. Вот это оставание равным себе в неком проживании, в неком движении. В движении переживаний, в движении проживания, допустим, внешних каких-то изменений. Ну просто проживание времени и есть самосхватывание. То, что я называю собственно как бы самосознанием. Но это самосознание нам дано непосредственно, не рефлексивно. Теперь получается следующая проблема. Субъект у нас дан двумя способами. Первым способом, который мы назовем аналитическим, состоит в том, что он дал полюс то, откуда осуществляются акты. Мы его называем субъектом актов. Некое аналитическое понимание субъекта. Мы его вывели, исходя из того, что акты, то есть в сознании происходят некие акты. И должен быть источник этих актов, некая причина, порождающая акты. Вот эта причина, порождающая акты, источник актов. Мы назовем субъектом актов. Это один способ введения субъекта, некий контекст, аналитический контекст введения субъекта. Второй контекст. Исходя из представления о том, что рефлексия невозможна, поскольку до рефлексии мы должны знать, куда ее направить, мы вводим второе понимание субъекта, которое есть просто в самосознании, некое проживание субъектом самого себя, внутреннее проживание субъекта. Этот субъект никуда не направлен. Это просто субъект, который я вам назвал себя чувством. чистое проживание время от истили проживание самого себя это второе введение субъекта не зависит от первого и она является симпетическим то то что мы просто обнаружим и все и ничего ничего не может сказать так он образуется мы ничего не можем сказать хотим потому что мы ничего не может дальше такое время собственно это идите чистый субъект örм на самом деле конституирует саму время и он вообще как-то связано очень семья очень глубоко связано со временем, но это требует дальнейшего исследования, здесь не очень все понятно. Теперь, у нас есть два субъекта, субъект актов и субъект переживаний. Что такое рефлексия? Рефлексия – это когда субъект актов схватывает субъекты переживания. Вот, собственно, мы теперь восстановили полное понимание понятия рефлексии. То есть рефлексия, на самом деле, не схватывает себя. Рефлексия – это схватывание некоторого субъекта переживания. Вот, что может и что должна существовать рефлексия согласно своему понятию. Но, вводя два субъекта, у нас возникает проблема, связанная с пониманием классической философии. Собственно, как в связи с этим представлением следует понимать, допустим, осуждение декарта, осуждение аккаунта. Как понимать, допустим, начало декартовской философии? Или как понимать, допустим, кантовское представление о том, что субъект представляет собой вещь в себе? Тоже странно довольно, что мы, казалось бы, вроде себя знаем, но, тем не менее, вот у канта мы себя знаем только как явление. И никогда нам недоступны мы сами, как вещь в себе. Это вот как бы одна из вещей, которую Гигель притекал и считал, что это вообще нонсенс. Как мы можем себя не знать? Хотя здесь, как кажется, исходя из представления о том, что субъектов, получается, у нас два, по крайней мере, два, да? Пока. Получается, что, может быть, и можно, в кантовскую точку зрения, понять адекватно. Адекватно, исходя из этих представлений. В чем проблема состоит теперь? Теперь я попытаюсь перевести эти термины на известные нам термины. Что такое субъект? Субъект актов – это тело. Кто порождает интенции? Интенции – это некая активность, которая происходит в теле. Субъект актов – это субъекты, которые существуют в нашем теле. Например, кто является субъектом мышления? Тело. Тело порождает мышление. Правильно? Кто является субъектом чтения тела? Кто является? Кто видит, собственно? Видит тело. Кто такой субъект переживания? Это и есть, собственно, наше «я». Мы говорим «я». Что такое «я»? Ведь в самом условии «я» уже обнаружено самосознание. Правильно? Я указываю на самого себя. И я указываю на самого себя, значит, субъект переживания – это и есть, собственно, то наше «я», к которому мы привыкли, на которое всегда ссылается классическая философия. Но классическая философия, говоря об этом «я», она подразумевает, что именно это «я» является субъектом актов. Вот в этом скроется проблема классической философии. Проблема, которая, как мне кажется, разрешается новейшей философией в лице Хадигеря Деррида, которой, насколько можно судить, и ниши, да, которые начинают различать этих субъектов. Пока еще только безотносительно теменов, да? Они пытаются… У них есть как бы некая направленность на то, чтобы… – Интуиция, чтобы их различить. Ну вот по поводу Хадигера Деррида и ниши, это лучше, чтобы, конечно, был Антон, вот, сделал маленький, там, ремарк. – В другой раз. – В другой раз, да. Потому что там, там как бы требуется знание непосредственно некого материала, что я не буду голословно говорить. Ну, видится, что вроде как вот именно в чем состоял переход от классической философии к философии нового времени. То есть философии Хадигера, или там, философии постмодернизма, там… – Но возникновение еще психоанализа… – Возникновение психоанализа, марксизма и всех других вещей. А именно то, что вот это, что различие вот этих субъектов, субъекта, то есть тела, да, собственно тела, и субъекта переживать, то есть, собственно, нашего «я», оно, наконец, обрело какие-то формы. Оно начало приобретать формы и начало явно выделяться. То есть в этих философиях уже явно видно, на самом деле, что это различие проведено. Но оно, может быть, не стало концептуально, может, оно еще не выражено слишком явно. Но возможно, на самом деле, что… Просто мы, может быть, не полностью знаем их работы. Возможно, что если приглядеться к этим работам, работам Деррида Хадигера, там, Ницше, Маркса, если к ним приглядеться более пристально с этой позиции, может быть, и можно будет обнаружить это все совершенно явно. Но это, как бы, требует дальнейшей работы. Что… Какие можно привести некие вот наблюдения из обычной жизни, которые… Представление на различие двух субъектов указывает. Ну, допустим, вот мы все знаем, что мы всегда, как бы, о себе говорим в третьем лице. То есть мы, как бы, с собой всегда управляем, как будто бы внешним. То есть… Как будто бы другим. То есть этот факт давно фиксирует психологию, этот факт как бы самоощевиден. Мы и к себе относимся как к другому. Мы всегда говорим о себе. Говоря о себе, как бы, говорим как будто бы о другом. Вспомним, опять же, Лермонтов. Лермонтов писал, что это через своего героя, что вот он чувствует в себе, что в нем живет два человека. Один человек действует, а другой человек его оценивает. И вот это вот в нашей литературе классической, постоянно вот это вот о том, что в человеке есть два человека, как бы, что один человек оценивает, а другой человек действует. Это вот раздвоенность, она на самом деле присутствует. Она подспудно, вот как бы на таком интуитивном уровне, она везде присутствует. Что еще мы можем сказать? Мы еще можем обратить внимание на наше поведение. Что в нашем поведении всегда важнее на самом деле всех действий, а важнее наша на самом деле эмоциональная реакция. Мы все, для нас на самом деле даже иногда не важно, что мы делаем. Но очень важно, как мы это переживаем. Для нас, что, как, тут даже можно обратить внимание на то, как животное ведет себя по отношению, например, к тому, к чему-то, к чему-то, что оно ведет в первый раз. Оно прежде всего реагирует чисто эмоционально. То есть прежде всего реагирует вот этот субъект переживания. И только потом уже, благодаря там каким-то там действиям, это колебаниям приходит в равновесие и включается субъект акта. То есть оно начинает действовать. То есть вот это вот различие субъекта переживания субъекта, это, видимо, различие фундаментально и для человека, и для любого существа. И вот нам с ним надо попытаться как-то разобраться. Его надо, видимо, обсудить. Во-первых, надо обсудить его критически. Так ли это на самом деле? То есть это некое, как бы, набрасывание, некоторая попытка как бы понять, так это или нет. Но вот кажется, вроде исходя из некоторых соображений, что это так. Вот это предлагается обсудить. Мне кажется, сразу я бы возразил тебе по поводу окончания твоей речи, когда ты говоришь про собаку, которая реагирует на что-то опасное. Субъект переживания все-таки не может реагировать ни на что, ни на что, ни на каким образом. Это не субъект актов, это не субъект какой-либо соотнесенности с чем. Если это просто проживание себя, проживание времени, то этот субъект, если вообще его правомерно называть субъектом, понятно, что нечто такое есть, этот субъект не соотносится с вещами. А вообще-то да, здесь немножко, я хотел другой, я хотел сказать, да, я хотел сказать, что мы эмоциональны как-то, что эмоциональная сфера для нас очень важна. Я не уверен, что это тоже тут имеет место и уместно, потому что, собственно, эмоциональность и отношения, да, несозерцательные отношения, также можно включить в активность. И это делается тем же Хайдекером, да, и даже тем же Гусселем, который занимался исключительно феноменологией вот этого интенсиональной деятельности. То есть у него интенция, она не просто окрашена какими-то там переживаниями, она изначально как бы в самой себе неравнодушна. Поэтому, мне кажется, вот этот корпус, да, его не стоит перетягивать на сторону вот этого субъекта проживания себя, который на самом деле в каком-то смысле пуст. Ну, может быть, на самом деле еще непонятно, к какой области отнести волю. Нет, я просто послушал, то есть у тебя есть субъект некоторое переживание, которое с субъектом времени, да, ты это же спрашиваешь? А второе это с субъекта рефлексии? Нет, субъект активности. Ну, субъект мышления, субъект действия. Субъект мышления, субъект переживаний, там, ну, как бы, настоящих переживаний, в которых один субъект соотносится с предметом, а другой, как бы, он не субъект даже в том смысле, что он ни с чем не соотносится. Он просто стоит, да, это вот просто вот убитый кол, понимаешь, вот он стоит, все вокруг него происходит. просто насчет самосознание это один сaby а творить этот за второй объект они с друг другом связаны только тем что этот субъект может может попытаться возвращаться самосознанием осознание это некая данность которая нас независимо ничего это потому нетers не может достигнуть самосознание чисто давно как переживать а субъект авто тот который смотрит видит да да это субъекта себя он как некая не как нечто на самом деле более то он раскалывается скорее всего на многообразие субъекта чтения один субъект слышали другой субъекта есть еще значит эта ситуация когда у тебя есть пространство и время есть да и и субъект времени чувствуешь проживание времени тут некие самосознание что такое самосознание проживание времени тут можно по-другому сказать да проживание времени это иными словами некая открытость могут как я думаю это некая открытость для нас там не очень понятно что для нас могут для этого я собственно бытия то есть некое условие возможности исходя из которого вообще вопрос о бытии вопрос о самосознании может поставить такая трансцендентальная постановка вопроса то есть хайдеггер например говорит ну сейчас то я закончу хайдеггер говорит в начале бытия и времени что вот мы на предмет бытия будем опрашивать разные сущие но какое сущие мы будем опрашивать в первую очередь то в котором всегда уже идет речь о бытии ну то есть вот она сами те кто вопрошает об этом и то что у нас такой вопрос вообще может возникнуть то что всегда идет речь о бытии это на самом деле есть вот это наша как бы открытость доступность ну доступность бытия тут на самом деле я согласен может быть тем что тут вот различие субъекта автов и субъекта переживания ночью настолько как вот на данный момент не определено что на самом непонятно куда что отнести куда отнести в воле я так как рассчитаю что никакого субъекта времени нет не быть не может то есть просто нечто происходящее происходящее а главное точно также мы же говорит авт Tea по форме данности предмета сознания как сознание и как сознание сохранять себя во время это неважно как у вас есть хо во времени. Само сознание присутствует просто. Проявление сознания состоит в том, что предметы являются нам во времени. Вот это и есть появление сознания. Больше про него сказать ничего нельзя. Понимаешь, что дело. Во-первых, вопрос следующий. Каким образом все эти множество актов, вот этих векторов, таким образом они собираются и исходят из одной точки? Каким образом осуществляется единство? Да не надо было каждый раз вертеть. Ну и что? Во-первых, вопрос единства субъекта и множественности актов. Единство его во времени. Это уже ближе к телу вопрос. Это раз. И, собственно, да. Тебе, Игорь, не кажется, что такая проблема, опять же, терминологически, что тело фактически в классической классике это нет? Это я понимаю. Его и не вести никак. Я тогда, раз уж на меня камера повел, я там дорасскажу немножко вот туда, в сторону современной флософии. Вот есть такая брешь, есть неочевидность перехода, то есть неочевидность этой рефлексии, как Влад рассказал, ее проблематичность. Так вот именно в эту брешь в новейшее время прорываются такие теории, как, например, психоанализ, которая буквально говорит, что да, вот есть некое я, но при этом субъект актов, который действует, это нечто другое. Это оно, это бессознательное. То есть вот есть некий субъект актов, он действует. Эти оговорки, ну и много-много чего. И возникает вот эта странная ситуация, когда вроде бы действуешь ты, а на самом деле действуешь не ты. То есть перед тобой встает вопрос, собственно, самосознание, да? Понять, кто же ты. И собой обладать. Обладать как бы именно в смысле самообладания, да? В смысле воли. Ну тут в защиту как бы позиции различения субъекта можно еще привести такие вещи, да? Мы прекрасно понимаем, что вот субъект, да, вот мы говорим не субъект, а вот я, вот я говорю я, да? Но мы всегда понимаем, что это я некая формула, это я нет никакого содержания. Вот. Это старая опять же проблема, да? Мы говорим о себе, но всегда знаем, что мы говоря о себе, мы ничего сказать не можем. То есть мы можем, конечно, предположительно говорить, что вот я, например, там окончил там такой-то вуз, я сходил туда-то, я сделал то-то, да? Но если бы мы задумаемся и попробуем сказать, а что такое я, да? Исходя из позиции познать самого себя, мы ничего сказать не можем. Иными словами я переведу, как бы попытаюсь перевести речь Булата, когда мы говорим о рефлексии. Субъект должен схватить сам себя, да? Какая изменяя тусающий себя за хвост. Но что схватывает субъект? То есть, на что направлено активность? Активность всегда направлена на предмет. То есть, это значит, что субъект должен стать для самого себя предметом. Вот. То есть, субъект актов это некое сущее, это некое что? Это некая определенность. Почему мы говорим тело? Почему ты говоришь про образование и так далее? Это некая определенность. Это действительно не формальная пустота, а некое содержание. И, собственно, мы хотим себя знать, да? Не просто как форму, да? То есть, можно было бы сказать, что вот есть некий действительно полюс, да? Но знай себя как полюс. Нет, ты хочешь знать себя как некую содержательность. И в этом состоит задача самосознание. Вот. Причина, да? Почему причина такова? Какова она? И так далее. Почему я поступаю так, а не иначе? Кто же я на самом деле? Вот. Так вот, с одной стороны, мы имеем некое сущее, некое что? Этот субъект актов. А с другой стороны, мы говорим про некий способ бытия. Ну вот это моя интерпретация, да? То есть, то, что Булак называет субъектом проживания себя, это некий способ бытия. Способ бытия какой? Такой, в котором бытие как бы раскрыто, да? Вот это стояние в просвете бытия, можно сказать так, или стояние во времени, да? В котором ничего не происходит, да? Нет никакой неактивности, ничего подобного. Но при этом есть вот эта вот доступность, да? Не, вспомним опять же различия души и тела, да? Вот это старое различие. Откуда оно взялось? И что такое вообще душа? И что, и более того, что мы связываем с душой. То есть, с душой мы всегда... Я бы даже тут дух говорил, на самом деле. Или дух там, да? Мы всегда с духом всегда связываем именно вот эту временную составляющую. Я только хочу сказать такую вещь. Давайте наиболее теперь. Нельзя говорить ни в коем случае ни о каком субъекте времени. Потому что такой субъект, как таковым, не нам не времени. Не субъект, не субъект. Не надо субъект слова грима. Переживание. Да даже субъект нету. Нет такой простой ситуации, как стояние в пустоте и стояние перед одним фактором времени. Тоже, по всей видимости, такой ситуации нет. Есть просто, когда мы... Ну вот, допустим, ты сидишь в тишине, да? Тип, такой часы. Ничего не происходит. Ни мыслей нет, ни ампок никаких, да? Ты хочешь сказать, что ты себя теряешь? А что, у тебя удается добиться таких состояний, когда мыслей нет? Конечно. Для меня новость просто. Я на это не способствую. Легко удается добиться. Я на это не способствую. Более того, как бы там существуют даже какие-то практики. Конечно. И это, собственно... Я слышал, что это... Ну да. И причем интересные практики, потому что они же, как правило, отголоски, допустим, тут же Кастанеда. Отголоски, на самом деле, инфистенциальной философии, и они, собственно, направлены именно на обретение себя. Это вот. А я так хочу сказать, что просто есть время. У тебя есть просто... Твои мысли, твои события протекают во время. Не, ну это... И таким способом ты себе это дам. Это разговор не философски. Время-то кто конституирует? Это субъект? Мы конституируем время? Или время, если у вас просто есть... Почему? Это как раз философский разговор. Вот точно так же посмотрим на бытие, когда мы смотрим... Ну как существует время? Время существует через субъекты, правильно? Через нас существует во время. Да, да. Но субъекты иначе себе во времени не дам только в том смысле, что предметы проистекают во времени. Это забавный разговор, что субъект себя никаким вопросом не дам. Ну вот, забавно... А способ данный на субъект самого себя это протекание всех предметов и мыслей во времени. Вот такой способ данный на субъект. Ну, тут как можно еще заметить, да, что мы... А самосознание как осуществляется? Самосознание здесь не осуществляется никак. Ты все время присутствуешь в этой ситуации, сознание в этом присутствует, но не тем способом, что какой-то там субъект, то есть ты себя как-то переживаешь и ощущаешь, а ты используешь себя только тем способом, что все, что при тобой видишь, там, утюг, шум за окном, что-то еще, собственные мысли, они все протекают во времени. Вот это способ присутствия... Ну, на самом деле, я это ничего другого не говорю. Просто этот опыт, который ты сейчас назвал, проживание во времени, это просто... Его можно описывать по-разному. То есть, нету, опять повторяю, что некоторого специального опыта сидения в темноте, в тишине и что-либо. Не-не-не, то, что ты говоришь... А есть просто повседневная, обычная жизнь. Правильно. Всегда в этой повседневной жизни... То, что ты описываешь, ты описываешь все правильно. Но чтобы обратить внимание на этот субъект, да, чтобы обратить на него, что он есть, чтобы различить два субъекта, субъекта актов и субъекта переживаний, нужно различить эти опыты, понимаешь? Тебе просто говорится следующее, да? Ты все правильно говоришь. Это не так, что можно вот до него добраться, да? И, опять же, схватить, говорить схватывание, да, схватывание – это термина из области активности. Нет, это невозможно. И даже, может быть, правильнее, чем я говорю, да? Но при этом, да, всегда есть эта ситуация, всегда активность не пропадает. Но, вот этот, опять же, в кавычках, субъект проживания себя, а на самом деле просто способ бытия – это есть всегда условие возможности того, что, как ты говоришь, субъект, что все эти акты протекают во времени. Да. Это условие возможности. И случайно я говорю здесь про условие возможности. Почему? Потому что это определенного рода трансцендентальная постановка вопроса. И именно это чувство времени, чувство времени, мелькает у канта. Именно оттуда оно и взятое. Так я вам хочу сказать следующую вещь, что точно так же и в случае проживания пространства, то есть в протяженности вещи существует тоже такая же трансцендентальная постановка вопроса. Нет. Чем она отличается? Почему? Чем она отличается? Что-то, когда ты видишь предмет, и одновременно этот предмет находится во времени. Потому что все пространство находится во времени. И пространство невозможно от времени отделить. Понимаешь? Если бы можно было бы поставить чистый опыт пространства, тогда, может быть, можно было бы об этом подумать. Но все находится во времени. Да, главное, там ведь и нет проблем. Почему? Потому что с чисто пространственной точки зрения можно сказать, что у тебя всегда есть только один один а ты воспринимаешь как вот там ты парменида или кого-то по лесу рассматривал у тебя всегда есть нечто одно противостоящие вот в общем случае но а смена актов вот это чередование движение переход от одного к другому это уже время и как возможно так вот самая главная фишка того времени на состоит что у тебя во времени совсем она не означает что тебе данный акт 11 а не данный переход один и другой а вот именно то что вот такое постоянное сняли происходить он тоже ты говоришь и описываешь точка я хочу сказать я так хочу сказать что здесь порождение некоторого субъекта как такового они по и он не по рождения я сказал что изначальная проблема изначально провал состоит то что если говорить об интенсии да говорить о рефлексе то она просто невозможный учат самосознание невозможно но она же возможно понимаешь это же то что то что карты говорит об этой ситуации как чувстве внутренней чувстве да а внутренние чувстве да так внутренние чувства вот это самое время то есть присутствие времени в нашей действительности она уже ни в коем у нас не было это сфера рассудка она все рассудка да я тоже не понятно потому что факт ваш второй субъект он находится нет 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 не мыслит и все делают и в сфере рассудку находится здесь угодно он вообще сферах находится а здесь ситуация чистой непосредственности да и в этой чистой непосредственности нет нет вообще давай не путать чисто непосредственности нет никакого чисто непосредственности по отношению к чему чувствование по отношению чему непосредственность вот еще раз вот надо различить два опыта один опыт каким образом этот субъект переживания да так же и вместе с субъектом акта он же одновременно да то есть происходит какой-то опыт до субъекта как порождает так там например что-то воспринимает ведь субъект переживания находится так бы рядом с ним как бы да это один опыт а другой опыт когда мы берем субъекта переживания чистым да мы просто перестаем допустим это обращать внимание на акты попытаемся зародачиваться только на переживание на проживание на проживание время здесь терминолог еще не устоялась потому что надо работать до терминологии это дело в том что каждый кажется нет такой позиции где-то эти двух субъектов мы можем позиция еще раз логически следствие рефлексия рефлексия не дает нам самосознание думаешь проблем в этом составе это и состоит в том что они не соотнесены с аниме пролегает course дать потом некаque пролетиум состоит том что они принципиально несоотносимые оставить вопрос а несмотря симы как одно является условия возможности другого я Zhao иначе нет никакого субъекта а есть множество актов и множество субъектов и во времени и как бы парадом деятельности парадом активности иначе они не сыгра как возможно движение во времени только если существует . относительно которой этого движения происходит этот . давать на месте. Ты пытаешься рассуждать об этом самом времени, как оно возможно, как оно невозможно, а никаких рассуждений эта ситуация не предполагает. Она предполагает, что у тебя предмет, вещи, события, твои мысли проистекают во времени. Все. Проистекает, проистекает во времени, но различие, различие берется этих субъектов, берется не отсюда. Различие берется из другого, что с одной стороны самосознание мы не можем получить путем рефлексии, а это единственный способ, каким образом мы можем к себе пробиться познавательно. Ну допустим, не можем. Да, допустим, не можем. Вот познавательный единственный способ, каким мы можем пробиться. А с другой стороны, самосознание нам дано. И мы должны соотнести эти два опыта, и соотнося мы говорим, что значит существует два субъекта. Оно уже даже не тем способом, что как бы я... Оно не рефлексивно дано, оно по-другому дано. Чувствую, что я присутствую, оно уже не тем способом дано. Оно дано, что вот путюк находится во времени. Да это правильно, это в опыте. Вопрос не в этом, вопрос в другом. Каким образом субъект тождественно себе во времени? Не предметы. Предметы меняются. Понимаешь, предмет вот был утюг, стало, то и действительно время как бы обнаруживается как изменение предмета. Да. Вот. Обнаруживается. Но каким образом субъект остается тождественным во времени? Почему он вместе со временем-то с предметами-то не уходит? Почему он тоже так же не течет? Почему он стоит-то на месте? Вот это единственный способ явленности. Правильно. Так вот это единственный способ явленности субъекта, о котором ты говоришь, это я называю субъектом проживания времени. Вот. Зафиксировал его, да? Теперь второй субъект. Кто такой второй субъект, о котором я говорю? Ну, у нас совершаются акты мышления, чувствования, восприятия, сговорения, субъекты там, всякого рода. Контроля, например, положения в пространстве, контроля там, допустим, там, не знаю, там, это положение во времени и так далее. Всякого рода контроля, да? Что это за субъекты? Они другие. Почему они другие? Почему они другие? Еще, еще. Вот у тебя про первую фразу сказать, что есть время, это про твой второй субъект. У субъекта нет никакого, а есть просто есть время. И есть первая ситуация, когда у тебя есть некие субъекты каких-то тактов, как ты их называешь. Ну, и вот эта позиция у тебя между высказываниями есть время. И высказыванием того, что существует субъект всевозможных актов, я не вижу возможности соотносимости. А что у тебя? Какое соотносимость, Сергей Георгиевич? О соотносимости происходящей ситуации. Просто они ситуации настолько... Не, я же объяснил, в чем состоит рефлексия. Рефлексия же возможна, да, как бы, фактически, но невозможно теоретически. Как я объясняю возможность рефлексии? Субъект актов схватывает субъекта переживания. Вот это и называется, это и называется, собственно, рефлексией. Каким образом мы, как бы, себя схватываем? Что бы это означало? Что бы это означало? Это означало, что время останавливается. Почему? Время не останавливается? Нет. Время не останавливается. А каким образом? Я не представляю, как субъект актов сравнивают себя, как субъектом времени. Да не схватывает. На самом деле правильное слово, раз уж это феномонология, на самом деле чисто гуссерлянская проблема единства субъекта времени правильное слово конституирует вот это есть время так как говорят конституирует субъекта как единого во времени ну то есть это действительно ведь парадокс вот мы допустим живем, мы как некое что вот, как некое что мы меняемся, вот сегодня один завтра другой и так далее, но при этом тело твое стало грустнее допустим а было молодое и стройное меняется и активность наша меняется различные действия и так далее но при этом мы все время говорим мы тем не менее говорим о себе как об одном мы говорим я как бы и вчера и сегодня и завтра это ведь странно с одной стороны как бы ты вспоминаешь себя допустим в детстве и тебе кажется в какой-то смысле другой человек был то есть множество субъектов во времени вот оно и есть с одной стороны, но с другой стороны это все так же и ты в чем состоит как бы вот это да я уже договорил, кажется ну это был вопрос к Игорю да это вопрос к Игорю, это хорошо конечно, но я хочу сказать, что проживание как таковой временности жизнь утюга во времени и ситуация того, что я был когда-то молодым это как бы две разные ситуации не имеют между собой ничего общего я был когда-то молодым, потом я постарел почему же один и тот же человек один человек был молодым, а второй человек постарел а завтра этот же самый человек умрет и этот вопрос, вопрос такого в ситуации потому что утюг и мои проживания постекают во времени с ними тоже нету ничего общего разные это ситуации почему я постарел почему природа такая возьмем классическую философию в классической философии субъект это тот, кто сохраняется во времени он просто сохраняется во времени это определение субъекта классической философии но он почему-то отождествляется из субъекта Махов он утверждается, что этот субъект, который во времени остается себе равен то есть как бы самосознающее Я все ранцы принадлежат Ему а там этот самый, а другое Я в том же самом месте видит не дерево, а... это другое Я, именно вот именно другое Я я рядом стоящий, другой субъект, понимаешь? это другое Я так вот а в чем тогда парадокс, если там один Я видит а потому что там разговор и идёт... это дерево... правильно а потому что идёт разговор о единичных Я да, если есть единичное Я то подразумевают, что я рядом с единичным Я и есть другой единичный Я, правильно? разговар. о единичных Я ну ладно, мы не будем о феноменологии говорить сейчас в духе Гегеля Попрос следующий, смотри сто в чем как бы, на самом деле новизна если вообще может быть новизне действительно здесь в данной попытке как бы введения сознания просто стоит что субъект weak а мы отношаем субъекта она нам на каком основании отвечаем и что есть что субъект так не может достигнуть себя что рефлексия невозможно если субъект актов равняется субъекта переживания и эффлексистных невозможно попробуем давайте сейчас я попробую сказать пару слов по декарта рассмотрим эту ситуацию с декартом я мыслю следовательно существует или я сомневаюсь попробуем да как бы проброс пробруте вы хочешь сказать что я мысли следовательно я бы нет нет я хочу сказать нет я хочу сказать следующее декарта начинает там сомневаться как существовать ну сначала сомневается существование мира потом сомневается в каких-то абстрактах истинах да в математике а потом начинает сомневаться в своем существовании и что он обнаруживает он обнаруживает что ведь есть некоторая активность есть вот это мышление есть сомнение да вот и тут причем это не следование да это как бы нелогический переход одновременно с этим становится ясно что раз есть некоторая активность выраженная вот в этом сомнении то как он говорит есть я то есть есть источник этой активности да но вопрос то в чем вопрос состоит в том как осуществляется этот переход вот этому загадочному я то есть если есть некая активность это значит что да что активность есть раз и что ну как у всякого акта во всякой активности есть источник есть там направленность то есть иными словами есть опять же некоторые субъекты этой активности причем здесь я какая содержательность складывается в это я и о чем здесь идет речь это как бы интерпретация декарта с точки зрения вот рефлексии не знаю там вот этого субъекта актов тогда а теперь я посмотрю с другой стороны с точки зрения там интуиции времени интуиции бытия с этой точки зрения мы обнаружим что есть некая активность который состоит в чем сомнении то есть неком вопрошание о бытии и мы понимаем что вопрошание о бытии может быть только тогда когда вообще этот вопрос о бытии может быть поставлен то есть вопрошать а быть и может только тот кто вообще знаешь что такое бытие узнает не в смысле соотнесенности опять же да а который в этом бытие стоит соответственно тот как тот который существует в этом смысле не в этом смысле а вообще для него в принципе слова есть до слова существует бытие она уже уже есть некая предпонимание понимает о чем будет он понимает о чем спрашивает он может поставить вопрос и просто то что он может поставить вопрос говорит о том что он есть интерпретации мне кажется что она как бы не встречаете проблем которые встречает Продолжение следует...